Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Доброе утро! Бавовна! Да, сегодня ночью была Бавовна, и это был Луганск. Да, временно оккупированный Рашистами Луганск, где Рашисты, собственно, расположились еще 10 лет назад, и думали, что Бога за бороду схватили, что они там все захватили, и все у них под контролем. Как оказалось, это немного не так, да ничего же немного, совсем не так. Итак, да, Луганская область, город Луганск, временно оккупированный, там находилась нефтебаза Рашистов, довольно крупная, с которой проводилось снабжение российско-фашистских войск в регионе. Соответственно, сегодня ночью туда прилетело нечто. Ну, Рашисты утверждают, что туда прилетела ракета Атакамс. Может быть, конечно, даже демонстрируют какой-то обломок. Вот, вы знаете, я не склонен им верить. Лугу же всегда блещут, как собаки. Видимо, им не так стыдно признавать, что по ним шарахнули Атакамсом, хотя тоже должно быть стыдно, по идее. Они же говорят, что они их щелкают, как семечки, они их сбивают вот так вот все налево-направо. Вот, но все-таки по характеру повреждений из тех, что я видел, да, ссылочки на повреждения, на пожар, снизу в описании к данному ролику. Я все-таки думаю, что это были беспилотники или беспилотник. Попадание было просто шикарное. Там столб огня был просто великолепный. Российская вот эта вот вся махина загорелась. И надо сказать, что есть видео, уже сделанное утром, до сих пор догорает. То есть, там как минимум несколько баков с этим вот, с горюшкой. Вон, кот не даст соврать. Несколько баков огромных вот этих с бензином, по всей видимости, потому что солярка так бы не горела. Кот, слышите? Это все подтверждение моих слов. Кто уже давно на канале, тот хорошо знает. Да. Не, она сытая, вы не подумайте. Не, 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 я ей только что, да, лысину Путина скормил. Вот, значит, попадание было очень четкое. Значит, горел бензин. Это была не солярка стопудово, потому что там такой столб пламени был, который соляркой. Она бы просто загорелась, да и все. Горел бензин, может, керосин. Ну, вот что-то такое. Много. И понятное дело, что там сгорело полностью дотла. То есть, взорвалось несколько этих баков. Остальные стопудово повреждены, потому что там было море огня. То есть, плюс к этому сгорела рядом электроподстанция. Плюс к этому сгорел рядом магистральный газопровод, который там шел, высокого давления. То есть, попадание было исключительно удачным. Еще раз говорю, чем попали, пока не будем говорить. Возможно, это были несколько беспилотников. Кстати, беспилотники дальше туда летали еще на Ростовскую область, потому что у расистов была паника. Как в самом Ростове, так и в Таганроге. Поэтому, может, некоторые беспилотники просто задержались. Или, как любят расисты говорить, упали. Ну, да. Они всю жизнь рассчитывали летать вокруг земного шара. Да, так вот, вполне возможно, что некоторые беспилотники, которые летели в этой же стайке, отделились специально для временно оккупированного Луганска, чтобы уничтожить, отработать там вот эти цели. Соответственно, нефтебаза из строя выведена. На какой срок будем посмотреть. Кстати, они уже запустили Туапсинский завод, пора Завитат и Туды. Там нефтезавод. Что же касается остальных объектов, они сейчас оценивают степень повреждения их. А мы готовимся к апдейтам по Бавовнам. Почему? Потому что, еще раз говорю, Таганрог и Ростов должны нас также порадовать. Сейчас будет Украина.